1 февраля Следственный комитет выступил с заявлением перед СМИ, в котором сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении бизнесмена-агрария Романа Гольдмана. Предпринимателя обвинили в том, что он взял в долг более 300 миллионов рублей у частной компании, управления агроактивами, и по версии правоохранительных органов якобы не собирался их отдавать. На основании этого обвинения следователь намеревается выйти в суд для заочного ареста подозреваемого и объявления его в международный розыск. Куда ушли деньги? И сам факт возбуждения очередного уголовного дела комментирует защитник Гольдмана Максим Мухамадеев. Мною 29 ноября, после того, как было возбуждено уголовное дело, следователю было направлено уведомление, которое им было официально принято, о том, что я являюсь защитником Романа Геннадьевича Гольдмана с требованием о предоставлении мне соответствующих процессуальных документов по делу, в том числе, где было указано о том, что меня необходимо знакомить с постановлениями о привлечении в качестве обвиняемого. Настоящим постановлениям о возбуждении уголовного дела сторона защиты не согласна. Кроме того, были грубо нарушены положения ст. 171-172 УПК, которые обязывают органы предварительного следствия даже при предъявлении заочного обвинения в обязательном порядке уведомить защитника и вручить копию данного постановления, что не было сделано. Данный факт я обжалую, то есть путем направления, в том числе, жалобы в органы прокуратуры. Что касается покупки «Искра», она была осуществлена как раз с целью развития агропромышленного комплекса и вхождения в состав нового предприятия УК «Гольдмангрупп». Еще одним условием, которое послужило для возбуждения нового уголовного дела, служит непогашенная задолженность не менее 300 миллионов рублей у «Искры» перед сторонними кредиторами. Данная задолженность, данный гражданско-правовой спор существует с 2010 года. Это легко проверяемый факт. Если посмотреть картотеку арбитражного суда Красноярского края, мы можем убедиться, что данный гражданско-правовой спор уже существует на протяжении более 10 лет. На момент приобретения компании «Искра» «Гольдмана» данная задолженность, она уже существовала. И в настоящее время не вступило решение обзыскания данной задолженности в законную силу. Поэтому говорить о том, что данную задолженность «Гольдманг» скрыл, также не обосновано. Сделка, о которой идет речь, которая заключалась, она была и заключена тем, чтобы привлечь сторонние денежные средства для погашения задолженности, которая имелась уже на тот момент у общества с ограниченной компанией «Искра». Кроме того, в рамках данных гражданско-правовых отношений была заключена так называемая безотзывная оферта и соглашение о предоставлении аукциона на заключение договора купли-продажи доли о общество с ограниченной ответственностью «Искра». Что такое по своей правовой природе соглашение о предоставлении аукциона? Он дает возможность сторонам, с одной стороны, определить условия договора, предмет его, идентифицировать, но, с другой стороны, он позволяет определить все существенные условия, в том числе, которые возникнут в более поздний период, а также определить все условия экономических отношений, которые могут возникнуть в будущем. Данные сделки были заверены нотариально, и поэтому говорить в данном случае о том, что сделка носила преступный характер и говорить о том, что изначально действия Гольмана носили преступный характер, также не обоснованы и не подтверждаются фактическими обстоятельствами. Денежные средства данные не направлялись непосредственно Гольману, они не направлялись на компании, которые принадлежат Гольману. Они направлялись непосредственно на счета службы судебных приставов. То есть заемщик направил их напрямую в службу судебных приставов, и уже далее служба судебных приставов ими распоряжалась путем перечисления на соответствующие адресаты. В данном случае говорить о том, что Гольдман эти денежные средства получил и каким-то образом пристроил, не обоснованно. Это не подтверждается какими-либо фактическими обстоятельствами. Потому что причастность к совершенному преступлению должна обосновываться не только в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, но и должна подкрепляться соответствующими фактическими обстоятельствами, объективными обстоятельствами и доказательствами. В настоящее время Центральным банком направлено в Советский районный суд административное исковое заявление о ликвидации кооператива «Агровклад». Это еще раз подчеркивает природу гражданско-правовых отношений, на протяжении порядка семи лет кооператив работал, его проверял точно так же Центральный банк, каких-либо существенных нарушений не выявлял. Это и свидетельствует о том, что не обращался он ранее с подобного рода заявлениями. Данное заявление говорит о том, что кооператив будет ликвидирован в рамках гражданской правовой процедуры. Кроме того, часть пайщиков обратились в настоящее время в арбитражный суд Красноярского края с требованиями о взыскании задолженности. То есть, еще раз повторюсь, в рамках гражданско-правовых отношений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова